Это очень важный вопрос про отношение жены к мужу. Те, которые женщины, они начинают к своим мужьям придираться. Со временем недостатки мужей начинают мозолить нам глаза. И они начинают их упрекать. А критика на мужиков действует крайне негативно. У них пропадает желание вообще что-либо делать. И когда жена критикует мужа, муж начинает вести себя еще хуже. И у жены появляется возможность критиковать его еще больше. Она критикует его еще больше. Он еще больше замыкается в себе и ведет себя еще хуже. Когда муж ведет себя еще хуже, жена критикует его еще сильнее. Когда она критикует его еще сильнее, он себя ведет еще хуже. И только мудрые женщины, они говорят, мой муж, это мой. А мое должно быть самым лучшим. Мое должно быть самым здоровым. Растения, же цветы вы же дома поливаете. Удобряете, разговариваете с ними Чтобы ваши растения комнатные Распускались и были красивыми Вот к мужу нужно относиться Как к цветку Его надо поливать Но поливать не водичкой А ему надо поливать уши Сгущенным молоком Мужика надо все время хвалить Когда мужика хвалит Он начинает придавать этому значение Начинает стараться То же самое по работе Ты мне всегда помогаешь Ты самый внимательный, ты самый заботливый Жена хвалит мужа, он больше о ней заботится Тогда ей хвалить его легче Она хвалит его еще больше Он заботится о ней еще больше Тогда она хвалит его еще сильнее Когда она хвалит его еще сильнее Он заботится о ней еще больше И вот этот круг начинает раскручиваться Раскручиваться, раскручиваться И в семье появляется радость Но к сожалению, мамины привычки Мамин характер Наши мамы, они родом из Советского Союза Там было не принято Хвалить своих мужчин Если мы берем про Россию, если мы не берем про Республики Кавказа или еще что-то. И очень многие женщины, они относятся к мужчинам не как к цветам, которых надо поливать, а как к мебели, которая надоела и которую надо менять. Чем бы мужик не тешился, лишь бы не вешался. Ошибается он или не ошибается он с вашей точки зрения. Все равно хвалите, лишь бы он что-то делал. Лишь бы он не лежал дома на диване. Когда мужика хвалишь, ему лежать на диване становится очень скучно, он начинает вставать и что-то делать. Хотите, чтобы мужик шевелился, ваши слова для него бензин. Когда вы мужика хвалите, что он умный, талантливый, только не говорите ему, ты можешь. Когда вы ему говорите, я в тебя верю, у тебя все получится, это неправильно. Когда говорите человеку в будущем времени, у тебя все получится. Подразумевается, что сейчас не получается, но потом получится, это упрек. У мужчин самолюбие оно такое изжисканное, как у женщин недовольство собой. Если женщине скажете, ты сегодня прекрасно выглядишь, она спрашивает, а вчера что, плохо выглядела? У женщин недовольство собой очень изысканное, а у мужиков самолюбие очень изысканное. Они везде ищут подвох для своего самолюбия. Поэтому не говорите, у тебя обязательно получится. Мужское самолюбие это воспринимает, что у тебя не получается, но когда-нибудь в будущем у тебя будет получаться. А ему говорите, у тебя таланты, у тебя способности, у тебя силы, у тебя воля уже в настоящем времени. Так же и дети мужского пола. Дети мужского пола они тоже мужчины. Женщины, они закладывают мужикам туда то, что от них хотят. Они закладывают в голову. Вы хотите, чтобы ваш сын был самостоятельный, аккуратный, целеустремленный? Так ему говорите, любимый сыночек. Ты у меня самый самостоятельный, ты у меня очень аккуратный, ты у меня самый целеустремленный. Для вас это всего лишь слова, а мужика это внутренне обязывает. Есть такое понятие, внутренняя обязанность. Когда человек чувствует, что он должен сейчас что-то сделать, что-то придумать, куда-то идти, чему-то учиться. Своих мужиков хвалить очень выгодно. А чужих ругайте, на чем свет стоит. Все мужики сволочи, кроме моего. Мой цветок самый красивый. Алина пишет, всегда быть на стороне мужа, всегда, даже если он не прав. Понимаете, прав он или не прав, это время рассудит. Вот начальник на работе бывает не прав. Но мы не идем на него в атаку. Мы вежливо и тактично говорим, да, там, уважаемый Иван Петрович, там, или еще как-нибудь. Мы вежливо предлагаем свой вариант. А потом время показывает, кто был прав, а кто был не прав. Мужик тоже имеет право на ошибку. Он не святой, он не ангел, понимаете, он обычный человек. Конечно же, он иногда может ошибаться. И если мы берем человека из-за его ошибки, не тыкаем носом, да, вот в этот какой-то конфуз, да, в эти какие-то неприятности. А мы говорим любимому, это случайно. Ты случайно ошибся. Случайно. Ты сильный, ты умный, ты энергичный. Тогда у мужика появляется внутренняя признательность. Есть внутренняя обязанность, а есть внутренняя благодарность, внутренняя признательность. Он-то прекрасно понимает, что другая жена, она бы ругала, упрекала, критиковала, а моя поддержит и благодарит. Если мужчина ведет себя хорошо, а женщина его благодарит, это очень приятно. Но это нормально, это справедливо. А вот когда ты ошибся, а тебя поддерживают, вот это уже необычно. Если мужик сделал хорошо, его любая жена похвалит. Как говорится, если мужик принес домой много денег, любая жена скажет ему спасибо. И плохо воспитанная, и хорошо воспитанная, и сварливая, и несварливая. А вот если мужик ошибся, а его носом в грязь не макают, а наоборот говорит, любимый, это случайно, это случайно, ты ошибся случайно. Ты гениальный, ты умный, ты целеустремленный, ты самый лучший, ты самый мудрый. Да все, все случайно могут ошибиться. Мужик говорит, ооо, а моя-то жена не такая, как другие, моя-то жена, она совсем другая. И появляется внутренняя признательность. И потом, когда вы ошибетесь, женщины тоже ошибаются. Женщины тоже делают их, могут сказать что-то, не то ли еще что-то. Из-за этой внутренней признательности мужчина потом прощает женские ошибки. Тогда уже жена признательна мужу. И вот так вот внутренняя признательность, она тоже нарастает со временем. У каждого человека увеличивается. Жена поддерживает мужа, муж поддерживает жену. Мужчины, это цветы, которые надо все время поливать своими добрыми душевными словами. Мужик это все воспринимает всерьез. У него женский голос воспринимается в разделе, где музыка обрабатывается. То есть вообще не анализируется. Женский голос очень мелодичный. Когда женщина говорит, любимый, ты очень умный. Вообще не анализируется. Да, я умный. Никаких сомнений. Все, что говорит жена приятного, не подвергается сомнению. Поэтому те женщины, которые хотят быть богатыми, они говорят, любимый, ты самый предприимчивый. Ты очень умный. Ты такой трудолюбивый. Ты такой настырный. Ты такой амбициозный. Я тобой восхищаюсь. Ты очень и очень и очень сильный. Весь мир у твоих ног. Она сказала и забыла. А мужик все это помнит, носит и помнит, носит и помнит. И начинает слезать с дивана, что-то придумывать, что-то шевелиться и что-то делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok